Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И в сегодняшнем нашем выпуске мы будем с вами говорить опять про Гренаду. В основном на Гренаде все яхтсмены пережидают сезон ураганов на Хог-Айленде, либо в окрестностях. Здесь такие пальцы, которые спускаются вниз, между ними совершенно защищенные бухты, но заход достаточно жесткий, потому что где-то 5 миль вам нужно идти против волны и против течений, против всего. То есть немножечко придется порубиться на волнах океанических, 3-4 метра, будет такая немножко большая качка. Заходы идут через риф, но при наличии современных карт это никаких проблем не составляет. Есть буи, не во всех местах иногда их сорвало там ветрами, течением, волнами, но тем не менее зайти можно достаточно безопасно. И вот сейчас мы находимся в одном из таких мест. Давайте я вам сейчас выйдем из лодки, я вам покажу. А вот вход, откуда идет, собственно, заход. Там риф, то есть там такой достаточно сложный заход, но в принципе здесь безопасно. Вот этот остров это и есть Хог-Айленд. Это еще один остров, я не помню как он называется. Резорт, там еще одна марина. Вдалеке вы видите лес Мачт, это Бот-Ярд. Там лодки вынимают, большой кран. А вот смотрите, такая же лодка как у нас. Раз, два и там с канадским флагом, но ее не видно, она за катамараном. Стоимость буя, если вы хотите прийти, вот они это называют Марина, но это не Марина, а Яхт-Клуб. Стоимость буя составляет 10 американских долларов в день. Если вы хотите на месяц оставить лодку, это будет стоить 150 американских долларов и 180 в хай-сизон, в сезон ураганов, 180 американских долларов за месяц. Еще дополнительно 20 долларов в час на лодку приезжает человек и смотрит, чтобы она там не начала набирать воду, чтобы Билдж-Пам правильно работал, чтобы батареи были заряжены, что-то нужно починить, отремонтировать. У них есть тоже человек, который здесь за это отвечает. То есть в плане оставить здесь лодку и улететь, на мой взгляд, достаточно нормальное решение. А касательно безопасности буев я задавал вопрос. Он сказал, что буи они проверяют обязательно каждый месяц. То есть есть шанс, что буи в хорошем состоянии. Но во всяком случае, те веревки, которые я видел на буях, они действительно новые. Глубина здесь 12 метров, 12 с половиной. Поэтому даже если будет волна, то это в принципе безопасно. Единственное, что может быть оставить чуть подлиннее швартовые. Еще несколько слов я вам хотел рассказать про иммиграцию. Кстати, здесь Custom Immigration есть. Вот там вот домики вдалеке видны. Если налево повернуть, там будет марина. Но туда мы съездим, я проведу вам небольшую экскурсию. Там есть Custom Immigration. Это так, на всякий случай. Если, допустим, приходить откуда-то там с Тринидада. Но если мы говорим о Сан-Джорджи, то есть о столице Гренады, там есть иммиграция прямо в Марине. И можно сделать, внимание, годовую мультивизу. Стоит она 250 AC, либо же 100 долларов. И выглядит она вот таким вот образом. То есть вот видно, что Purpose Vacation, Multiply Entry с 13 июля до 12 июля 2020. То есть годовая виза. Employment prohibited, потому что это туристическая виза. Вот стоит штампик о том, что я зашел там 13 июля. И он работает до 11 октября 2019 года. То есть на этот период времени я могу находиться на Гренаде. А если я отсюда выхожу, то по этой визе я могу заходить еще много-много раз, сколько мне угодно, до следующего года, до июля месяца следующего года. Мы выбросили бекон, который у нас немножечко подпортился, он и плавает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чуть-чуть мокрый. Но довольный! Вы не промокли. Переживал? Все в капельку. Прямо аж вот нервы сдали от такой поездки, да? Да, по рифам на Тузике. Да, по рифам на Тузике. Все проехали. Все мели. Было страшно. Ужас. А сейчас в ресторан. Что съедим, наверное, да? Да. А вот, кстати, мангры прорастают. Ну что, где тебе нравится? Может, тут сядем? Можно. Смотри, диванчик. Ну да, тут, похоже, люди просто оставляют лодки на волю судьбы. Слушай, ну я бы вот, если бы у меня была такая лодка, как вот этот Шайтан, например, Я бы ему вот так вообще, наверное, никогда не бросил цель, это лодка, сколько-то, футов 80, наверное. Да и реально новая, полированная, просто, ну там на ней, скорее всего, кто-то живет. Но все равно, как бы, что это за муринг, блин, или мидалокновая. Ну да, Шайтан и живет. Это единственное, что может быть, их ставят тут, потому что, это, здесь мангры спереди. И в случае чего лодки просто в мангры уходят. Даже не уходят, их просто туда запихивают ураганом и все. Ну, типа, это, не сильный пояс урагана. Что бывает, если долго оставить лодку без присмотра? Если бы не Чайки, она будет улыбаться. Ну да. Почему мы заглохнем? Ой-ой-ой. О. Это тоже на кадр попало. Надо проезжать. Он даже кепку снял, чтобы не задеть. Ага. А, тут все утопленное. А вот смотри, какие лодки интересные. Вот прямо идет. С рубкой, вот эта, которая, ой, какая-то непонятная. Ага. И ванну прицепили. Получается, Хугайланд, видишь, его по кругу все окружают с мурингами и лодки держат. Ага. Да, на мангры прицепились. Дайвинг-аттракшн. Да. Бля. Сильно. Когда-то это был чей-то дом. Да. Деревянные мачты, такие ухоженные. Красивая лодка, наверное, была. Ага. Прикол. Ну что, сейчас попробуем на этот Хугайланд вылить. Мне кажется, надо с этого, с моста походить. Можно. Мы можем объехать по кругу посмотреть. Можно объехать, да. Только вот тут мелко похоже будет. Да, да. А вот пляж, смотри какой. О! Поехали на пляж? Поехали. И можем еще дальше по кругам ехать, посмотреть. Можно по кругам. Поехали на пляж. Хочешь как попасть. Ха! Смотри, смотри, вот прямо. Смотри, здесь можно даже повеситься, толково, прямо яхтинг. Да, если яхта утонула, когда приезжает, сразу... All facilities. Very friendly place. Приезжайте, забирайте. Они по-английски называются conch. Вот их очень много законченных, в смысле. Те, из которых мясо забрали. Ай! Ай! Запах очень специфический тут, кстати. Я думаю, что это не от ракушек, а от того, что эти ребята езжай там чистят. Ну да. То есть кто волновался, что этих ракушек мало в мире и их нужно защищать? Этих ракушек кончи? Да их же полно везде. А на Багамах вообще сбоку от Нью-Пройденса завалено вообще. Там вот этих вот кончей, их разделывают и сбрасывают прямо в воду. И весь Нью-Пройденс на всех Багамах, там их, наверное, ну не знаю, почти весь остров, там метр, наверное, окружен этими ракушками выброшенными. Их там огромное количество. Ну да. В общем, это в Красную Книгу они вряд ли занесены. Ну, пока что. Ну, вкусно есть. Ну что, отплываем с этого прекрасного Хугайленда? Хе-хе-хе. Супер. Вот это Баут Ярн. И стоят... Круто. Катамараны. Да. Выкопали вот из горы Баут Ярд. Ну так, монументально все здесь, конечно. Хоть оно такое немножечко все унылое. Ну, а кран, смотри, какой здоровенный. Небольшие лодки поднимают. Ну да. И собачка тоже. Сторож. Вот этот, смотри. Вот этот Хеликат Ред. Ага. Вот этот вот Хеликат. Я его видел во Франции, в Перпиньяне. Он стоял. Это был, типа, какой-то спецпроект. То есть, Хеликат. У него была площадка для посадки вертолета. Они хотели... Они делали для экспедиционных, для исследования больших, ну, дальних дистанций, типа Антарктики. И все. Это вот он. Он здесь стоит сейчас. Вот какая история. У Хеликат Ред. Да. Ну, вот эта платформа, на которую вертолет садится. Они, наверное, гиг откидывают, потому что, чтобы не было этих винты, зацепленные за топинант и всякая прочая радость. Ну, да. Прикольная штука. Угу. Ну, или вертолет откидывает винт перед посадкой. Ну, да. И падает. Вот. Тут прикольно. Ну, я узнал, здесь вот мы зашли в это Шендлери. Магазинчик. И я хотел купить цепи. Так вот, здесь цепь стоит 7 американских долларов за фут, а на Мартинике стоит 6 евро за метр. Почти дороже в несколько раз. Тут берут эту воду, газируют, добавляют немножко спирта, и получается пиво. Смотри, 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 как мы сейчас сделаем, тогда мы выйдем из Вилисера. Какой красивый и милый, да? Ну да, ром. Ведь, короче, если этот чай вот попадает на кожу, то он просто прожигает, скорее всего, дыры. Где-то вот как в каналах Бангкока. Ну капец. Тихо, тихо, тихо Машина едет Там, где мы были, это мойка Там мойка, моют машины, поэтому не мешают здесь такие чистые А те, кто не смог расплатиться за мойку, встают Ну, тоже почти чистые Нет, она чистая Нас такие разобрали Можно посмотреть, что там есть Продукты Здравствуйте У вас есть бир? Консервы А, у вас есть Нет, мы хотим купить, но немного Потому что мы просто, вы знаете, мы приехали и не знаем Картошка, лук, сахар, соль Готов Смотри, какой семи кабрио Да, такой красный Да, даже еще краснее Там машины могут Да, вот иди Я так понимаю, что, в принципе, мы здесь все поняли Ну да, магазины есть Все есть Все, что надо, все есть Вот, бутылки там принимают, наверное Значит, там и продают Да, и продают Можем взять, кстати, пару бутылочек Ну, нужен там Я Не взял кошелек Умеется А, ну нет, кредитка пока Не, ну я думаю Ну, вряд ли Наивный человек Вот что значит А сейчас давай спросим, принимает ли она кредитки Можно? Эксперимент Вы принимаете крей-карты? Крей-карты? Да Нет 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 Окей Окей Где бутылка? Бутылка Я выбираю кариб Какого вы можете показать? Где это? Где это? На старте я видел Мы хотим купить 6 Сколько это? Сколько? 5 долларов Сколько? 5 Окей Успех 6 бутылок Как говорят корейцы Сакисфут Сакисфут Как я вам уже раньше говорил Мы находимся возле Хок Айленда И на этом Хок Айленде Каждое воскресенье проходит пати На котором собираются все яхтсмены Которые здесь еще находятся и пережидают сезон ураганов И сейчас на это пати мы с вами и двинемся И я вам покажу, что собственно там и происходит Мы сами не знаем, очень интересно Погнали Только не заглохне Нет, нет дааааааааа Ха-ха-ха-ха-ха-ха У-ху Едем Фуээго! Фуээго! Куда? Можно. Ну что, приехали? Пать и пать. Итак, вот так вот тут тузик лежит. Ну что, мы готовы к пьянке? Идём гулять, идём гулять. Позвучит. Победы! ПEm loft. Поехали! Поехали! Нет, дэна! Дэншер! Ой! Поехали! Поехали! Сэр инверджинс бывает да д м 大概 н м д б б d 原 r б c g ب ПОДПИШИСЬ! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поэтому, друзья, до скорой встречи и отдых! Отдых!